Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Карегин Андрей. И сегодняшний видеоролик будет посвящен компьютерному зрению, распознаванию речи и, соответственно, машинному обучению с использованием M-Block 5. То есть именно встроенными инструментарием на скрэйч-языке, то есть Python мы язык пока не трогаем из M-Block 5, и вот рассмотрим, что есть уже встроенного и что можно использовать в качестве демонстрации, обучения, рассказа для детей, учителям и в дальнейшем, соответственно, развития в области таких технологий, направлений. Давайте рассмотрим, какие же есть инструменты, что они собой представляют и как можно на примере, там, я на простом примере буду показывать, как это можно интегрировать, например, с роботом. Итак, ну что ж, поехали. Если открыть M-Block 5, а я его открыл декстопную версию, то обычно нам нужно сначала перейти во вкладку персонажа. Во вкладке персонажа есть расширение. Расширение. Давайте их откроем. Так, надеюсь, все видно. Да, видно. Здесь есть расширение касательно тех технологий, о которых я говорил. Первая технология – это так называемые когнитивные сервисы, сервис распознавания речи от Microsoft. Ну, соответственно, с сочетанием разработки блока под операционную систему. Обычно там майкрософские версии, ну, не знаю, на Linux я не тестировал, поэтому ничего не могу сказать, работает это или не работает. Но на Windows работал, достаточно хорошо сейчас показывает, работает на Windows 10. Так что если у кого-то Windows 7, Windows 8, посмотрите, проверьте, протестируйте, работали ли там, потому что у меня сейчас под рукой нет данных операционных систем, и я не могу сейчас это проанализировать подробно. Ну, если что, посмотрите. То есть добавим, соответственно, данный элемент. Добавили. Вот он присутствует у нас. Что же еще можно добавить из расширения? Из расширения можно добавить обучаемый робот. Обучаемый робот имеется в виду, это и есть машинное обучение. Она обычно по маркерам. Тут обучаешь ее по каким-то определенным маркерам. Либо это цвета, либо какие-то символы, либо какое-то изображение. Ну, все, что связано с обучением, она должна распознавать с какой-то вероятностью и, соответственно, делать какие-то команды. Давайте их тоже добавим, рассмотрим. Что еще можно добавить здесь? Облачные сообщения, но если у вас есть подключение к Wi-Fi, там, соответственно, вы, да, можете использовать. Пока мы это трогать не будем. Возьмем еще и сервис, и сервис, так называемый, а и вот тут есть дополнительный, тоже официальный вариант использования. Так что добавим, посмотрим, что это такое, с чем это едят, как говорится. Видеоразработка от MIT. Вот, видите, от MIT с технологией распознавания, тоже с каким-то изображением или звуком. Давайте посмотрим, тоже добавим. Добавим этот вариант. Тоже от MIT распознавание у нас текста в речь, или, да, усынить голос и указать текст. Мы тоже это рассмотрим сейчас в расширении. Так, переводы. Ну, давайте посмотрим, переводы, чем они интересны. Вот, транслейт переводы, тоже интересный вариант. И вот транслейт перевод, тоже добавим еще одно расширение. Вроде бы все. Остальные расширения пока сильно нас не интересуют. Ну, тут математически, но на китайском языке. Это не сильно сейчас актуально в наш момент. Так, оставили вот только эти расширения. Итак, в итоге у нас с вами добавили расширение сервиса распознавания, когнитивный сервис, обучение робота. Добавили AI от M-блок официальный. Добавили Video Sensing Sensor от MIT. Перевод текста в речь от MIT. MIT это Массачусский институт технологический. Университет здесь. Соответственно, у нас еще добавили мы с вами официальная разработка, MIT разработка, распознавание, перевод текста. Соответственно, тоже можем использовать и читать. То есть, все вот основное официальное мы добавили, чтобы, соответственно, уже точно у всех она есть, такие расширения. С этим работать можно. Тут есть еще Google таблица, но это уже такие тонкости, которые в дальнейшем, конечно, можно использовать. Но вот добавлю еще, может быть, перо добавлю, для того, чтобы, ну, визуально, может быть, какие-то эффекты еще мы рассмотрим. Может быть, не факт, что рассмотрим, но я добавил. Итак, начнем с основного когнитивного технологии, то есть она вот таким красным цветом отображена. Используем мы с вами запуск по нажатию зеленого, флажка, зеленого флажка, и переходим к... Что он тут делает? Смотрите, он распознает речь. Распознает речь, язык, ну, какой-то язык надо выбрать, соответственно, задать результат распознавания речи, там, скрыть значение или открыть. Ну, давайте вот первое. Мы все, наверное, не посмотрим, только основные. Вот распознать речь. На каком? На китайском явно мы говорить с вами не будем. Можно попробовать на русском, потом на английском. Давайте вот английский возьмем в течение двух секунд, да? И нужно же тоже. Он распознает, но где-то должен вывести. Соответственно, результат распознавания речи. Выведем это в виде текста. То есть перейдем во внешность для персонажа, и увидим это в виде текста. В виде текста. Вот как вы сейчас видите. И теперь, что я делаю? Запускаю. У меня должен быть подключен микрофон. Обязательно. Если я работаю с изображениями, анализирую, у меня должна быть веб-камера подключена к компьютеру. Если я работаю с распознанием речи или речи, у меня должен быть микрофон подключен. Тут, я думаю, понятно и так. Но на всякий случай я об этом оговорился. В зависимости от качества веб-камеры и от качества микрофона будет зависеть качество распознавания речи, в том числе и изображения. Но и также качество будет зависеть от того, как обучалась данная нейросеть. То есть какие алгоритмы задействованы в данных ресурсах распознавания. Поэтому всегда присутствует погрешность. Об этом всегда думайте, учтите. Не все идеально. Итак, ну вот у нас английская речь. То есть я должен говорить на английском языке какие-нибудь словечки. Ну сейчас простые там. Apple, Hello, Orange и что-то в этом роде. Python назовем, да? M-Block. Ну M-Block, интересно, распознает он или нет. Давайте запустим. Вот он подключился. Вот он. Видите? Микрофончик. Так. Да, вам видно. Когда я говорю, он сигнализирует. То есть он мне по умолчанию нашел. По умолчанию нашел у меня. Так. Вот только он почему-то не понял, где камера. Должен был сообразить касательно веб-камеры. Так. Ну давайте проверим сейчас. Сначала с микрофоном. Итак. Запускаем еще раз зеленый флажок. Hello. Вот он видит, что он распознал. Ну, он дополнительно добавил еще тук-хеллоу. Почему тук? Непонятно. Ну давайте попробуем еще разок. Apple. Ну, посторонние шумы, соответственно, он тоже воспринимает как звук. Обратите внимание. Давайте сейчас побольше такое сделаю в течение... Давайте не двух секунд, а, например, пяти секунд. I work on computer. Нет, слишком этот... Слишком много. Тут текст надо немножко на другой речи поставить. Ну, может быть, в текстовом формате. Сейчас маленький тогда давайте попробуем. Ам... I love language. Так. Ну, распознал. Как видите, распознал. Orange. Тоже распознал. Давайте посмотрим, как его распознает, например, русский язык, да? Переключим на русский язык. Сейчас посмотрим. Компьютер. Ну вот, распознал компьютер. Так. M-block. M-block. Клик-робот. Клик-робот. То есть, достаточно хорошее, уверенное распознавание у него идет. Всем привет. Всем привет. То есть, распознавание, вот, в данном случае, речи, достаточно неплохое. Ну, зависит еще от микрофона, конечно же. Так, что он тут? Распознает напечатанный текст на языке. Распознает напечатанный текст на языке. Давайте посмотрим, как он его будет распознавать. То есть, я уберу вот это все. Ну, напечатанный текст, наверное, результат распознавания текста. Давайте посмотрим, на каком языке? Ну, либо на русском, либо на китайском. О, на английском, извиняюсь На английском или на русском Давайте посмотрим, сейчас запустим сначала Что он найдет нам Ага, он вот нашел Камеру Обратите внимание Ага, не нашел он камеру Пардон Сейчас Ну Так О Итак, камера нашел Как видите, он распознал Сейчас переключил камеру Ну что ж, давайте возьмем какую-нибудь книжку На тексте Вот, например, вот моя книжечка По Пайтону Майнкрафт Так, я немножко отойду Вот так Сейчас посмотрим, как он распознает Миникрафт Б, Миникрафт Как-то назвал так В течение двух секунд Давайте еще раз Ну, дополнительно Дополнительно он еще там Вот эти вот элементы Буквы Давайте попробуем На русском Он распознает русские буквы Великое программирование Майнкрафт То есть, вот он лучше распознал То есть, слово, да Действительно, есть То есть, распознает Распознает Можно это использовать Можно использовать Можно сделать заготовочки В виде текстовых элементов Вот, давайте вот сейчас попробуем Вот такой вот вариант Так, у меня немножко Блик Вот я инструкцию взял Так Ну-ка, вот так Немножечко А, ну тут, наверное, много Это, много слов Надо, конечно, какое-нибудь Отдельное маленькое слово Чтобы он много всяких слов Не распознавал Клин Вместо клика Клин поставил Ну, вот так вот Вариант возможен Так, давайте посмотрим Что он еще использует Какие распознавания Варианты Применяется Ну, например Текст мы посмотрели Так Результат Распознавания Изображения Ну, давайте посмотрим Как Какой вариант Вот, в течение двух секунд Он распознает Изображение Например, вот Меня Он распознает Как он распознает Человека People Portrait Ну, действительно Портрет человека То есть, соответственно Лицо Так Посмотрим А что он там скажет Про книгу Какие-то элементы То есть, он не понял Текст Сиган Ну, вот Текст Сиган Как вариант А, так О, плоскогубцы Сейчас посмотрим У меня тут есть Что-то посложнее Люди показывают Что-то показывают Люди, да Так Можно попробовать Таким вот способом О Так Это уберем Сейчас посмотрим Как он Распознает Такой вариант Странно Странно У него Для него Это, кажется Люди Плоскогубцы Это люди Ну да Ну да Видно Человекоподобные Типа Ножки Ручки Инструменты Это, кажется Вот Есть некоторые Огрехи В распознавании Объект Скульптуры Обратите внимание Так Батарейка Какие-то другие вещи Он не знает Вот Клей у меня тут есть Лежит под рукой Клей Кристал Так Наверное Вот так Поставлю База данных Может быть Слабенькая У него Поэтому Абстрактный Четверхугольник Какой-то Рект То есть Не так хорошо Он может Некоторые вещи Распознавать Но Пытается Пытается То есть Можно все равно Эти абстрактные Варианты Какие-то более Такие ключевые По словам Подобрать Предметы Объекты И с помощью них Как-то воздействовать На Внешний Так Возраст человека После одной секунды То есть Вот Есть у него еще Возраст человека Он может определить Да Ну давайте Попробуем То есть Я вот Только Видите Визуально Беру Элементы Так Ну да Сороковник Так А еще так 43 То есть Есть погрешность 42 41 Так Ну и соответственно Что у нас тут еще есть Распознавание эмоций Пожалуйста Распознавание эмоций Ну это уже Все что связано Когнитивно То есть Эмоциональный Элемент Так Есть ли эмоции Да А Насколько он веселый Угу Наверное Вот так он Имеется Насколько он веселый По Пятибалльной Шкале По стобалльной Давайте посмотрим Ноль Невеселый Веселый Видите 95 Ха 74 Так не очень веселый Для него кажется То есть В данном случае Эмоциональный Здесь можем выбрать Нейтральный Удивленный Грустный Так Грустный Например Нулевой Тоже нулевой 4 Так Славненько То есть Грустить У меня не получается Так Ну что ж Ну и остальные там Варианты Вы можете посмотреть То есть Подобрать Но он может выводить Видите Текст выводится Ну а на основе этого Уже можно Следовательно Делать какие-то Интересные Так Жесты головы Распознавание улыбки Жесты головы Голова Так Распознавание цвета волос Ну С цвета волос Человек Он может распознавать Достаточно плохо Потому что В зависимости от освещения Тут должен быть Источник Ну Естественного освещения Конечно же Вот сейчас Посмотрим Вот он мне Коричневый цвет Вывод дает Коричневый цвет Болос Так Давайте Распознавание языка Например Используется Видите Стандартный Встроенный Элемент Распознавания Ну и Соответственно Результат Распознавания Так Сейчас Попробуем Запустим Привет Мир Он мне говорит Английский Он думает Что это Английский язык Hello Hello Вот Hello Он сразу Так Что у нас Вот еще Программирование Робототехники Ну в данном случае Он почему-то Английский Распознает То есть некоторые Грехи все-таки Присутствуют В этом элементе Нужно Тестировать Смотреть Какие варианты Так Ну вот мы рассмотрели С вами Когнитивный вариант Обучение робота Ну давайте Обучение робота Оставим пока На отдельно Потом я покажу Что там будет Элемент Давайте Рассмотрим Дальше От Мита Распознавание Речи Наверное Да Так Вот Распознавание Речи Давайте Посмотрим Английский И только И мандарецкий Ну вот Английскую Речь И результат Распознавания Речи Так Читать Слух До конца Распознавание Речи Вот давайте Попробуем Вот такой вот Вариант У него Инструмента Эйпл Ну Ну вот Он выдал Если слышно Сейчас я погромче Сделаю Надеюсь Что услышит Микрофон Эйпл Компьютер Эйпл Компьютер Робототехника Робототех ФК Я на русском Сказал Так Давайте На английском Попробуем Роботикс Роботикс Ну Похож Похож Так Мэфэмэтикс Энд Физикс Мэфэмэтикс Энд Физикс Ну вот Распознал То есть Некоторые вещи Тут еще Зависит от Хорошего Произношения То есть Вот От митра Распознавание Речи Достаточно Хорошо Работает Так Можно Использовать Так В данном Случае Мы Это Использовали Наверное А Это Или Это Сервис Балд Наверное Балд Да Наверное Это Он Так Что у нас тут Идет Распознавание Текста Распознавание Изображения Распознавание Человеческого Жест руки В течении Двух секунд Давайте Распознаем Жест руки В течении Двух секунд Это уже Следующий Этап Так Результат Распознавания Давайте Ой Наверное Не надо Он же Не включит Нам Вот И Наверное Пусть он Скажет Распознавание Так Давайте Я буду Отключать Наверное Те элементы Которые Я уже Использовал Чтобы Мы не запутались Что Это нельзя Ага То есть В данном случае Вот это все Уже Принадлежит У нас АИ И сервис И соответственно Угу Так Давайте Это тоже уберу Пока Чтобы у нас не было Кучи мала И чтобы мы понимали Где Итак Это у нас Значит АИ Которая Встроена А синий Темный Синий Вариант Это уже У нас Соответственно Расширение Получается А Получается Все это Единственное Расширение То есть Это все И сервис Байди Байди Она принадлежит Значит Всем этим Расширениям То есть Распознавание Речи Распознавание Текст Распознавание Изображения Распознавание Человеческих Жестов Обработка Естественного Языка Да Ну вот Сейчас Давайте Попробуем Распознавание Человеческих Жестов Наверное И результат Распознавания Жестов Руки Так Я Немножко Исчезну Попробуем Говорит Что 5 Показал 1 2 Почему-то 5 А ну Он Вот он Распознал Да Так Надо какое-то Время Время Поставить 1 секунду Задержка Пусть Вот так Почему-то Все равно 5 Так А вот так Сейчас Попробуем Ага Он больше не может Он То есть Одну Получается Одну Только Руку То есть Распознает Взаимодействие Руки Так Используем Смартфона Тоже тут Эмоции Распознавание Части тела О О Давайте посмотрим Части тела Как он Распознает Так Что он тут У нас Левое плечо Правое плечо Нос Ну давайте нос Координаты Носа По оси Х 175 Так Ну пусть Тогда выведет Значение А пусть будет Переменную Что ли Создадим Переменную Создадим Х О Забавно будет Переменную Х И переменную Создадим У Так И присвоим Значение Так Присвоим Значение Да Получается Нам нужно Это значение Присвоить Вот этому Числу А потом Еще раз Еще раз Но уже Для у И здесь Соответственно Поменять Для у О А чтобы он Нарисовал Еще Давайте Еще Сделаем Размер Панды 10 Вот И Да Включим Перо Так Удалим Все Опустим Перо Поставим Цвет Например Красный Красный Установите Размер Пера Пусть будет 2 И соответственно Будем перемещать Сейчас его Движение Движение Идти Идти в точку Х Так XY Вот XY И в переменную Идем XY Пусть рисует Координаты носа Запускаем О Многовато А вот так Тут еще Нужно конечно же Сделать Диапазон Наверное Ну да От нуля До 250 Тут еще Надо Надо понимать Где у него Координаты Точки Начала Так Надо еще Сбрасывать Наверное Положение Вот так И поставим Здесь 0 0 Чтобы он Всегда Уходил Сюда 229 Так Так 223 195 239 239 Так Вот это Интересно Он конечно Вводит А 3 А вот он 3 Я не сюда Смотрю Можно по идее Так Можно по идее Эти сообщения Убрать Чтобы они Не мешали Так Что у нас Еще Кроме носа Можно тут Посмотреть Плечо Запястье Колено Шея Шея Нос Так Шея Нос Посмотрим Вот здесь Вот сверху Что он скажет Нам Так Координаты 40 Y 190 Почти На одной Ветке Координаты 456 Да То есть Вот это Х А это У нас 190 Так Ну Нужно Конечно Тут Тут Нужно Калибровать Конечно Же Конечно Же Потому что Ну Уже Можно Понять Что Можно Конечно Поэкспериментировать С этим Движением Но Нужно Будет Калибровать С Решеточкой То есть Со Значениями Вот здесь Которые Рисуют Потому что Здесь диапазон Видите От Минус 250 Наверное До 250 Значения 200 На 200 То Соответственно За Пределы Которые Выходят За пределы Диапазона Это уже Нехорошо Надо Экспериментировать С масштабированием То есть Переключением Ну и вот Сейчас Быстренько Это сделал Достаточно Просто Для Демонстрации Что Можно Сделать Заставить Двигаться Да Так Ну Давайте Распознавание Общие Объекты И Результат Распознавания Ну Попробуем Так Давайте Переместим Сначала Черепашку Обратно Идти 00 Так И Выведем Внештак Пусть он Скажет Результат Распознавания Так Что он Выведет Там Вот Другой Вариант Распознавания Но в данном случае Видите От компании Мблок То есть Аи Вот этот Распознаватель Здесь он Говорит На китайском Языке Что не очень Хорошо Соответственно Что же он там Сделал Может быть Нам понадобится Как раз Здесь Для этих случаев Распознавания Изображения Какой-нибудь Транслейт Вот давайте Попробуем Официальный Мблоковский Транслейт То есть И выведем Что он Распознал На Так На английском Например Вот На английском Так Можем Здесь Побольше Сделать Ну вот Персонаж Характер Ну Действительно Персонаж Возможен Персонаж Так Давайте Посмотрим Вот здесь Вот Вариант На белом Фоне Так Сейчас посмотрим Что он Распознает Мерхандис Сационаре Да Не очень хорошо Понятно Что это Вместе с английским Да Ну давайте Попробуем На русском Что он скажет На русском Переведет Товары Игрушки Ну Товары Игрушки Пусть будет товар То есть Распознает Так Скобяные изделия Возможно Так Посмотрим Батарейку Как он Распознает Цифровая Продукция Ну Ну не знаю Возможно Электроника Но Не сильно Конечно Так Клей Кристал Скобяные изделия Так Посмотрим Что он скажет Про книгу Так Наверное Вот так Вот лучше Обложка Книги Неестественное Изображение Ну Действительно Распознал Обложка Книги То есть Ну вероятность Распознавания Достаточно Ну неплохая То есть Мне В целом Для некоторых Проектов Возможно Это пригодится То есть Мы можем Это использовать Для некоторых Процессов Решения Наших задач И Можем Это Как говорится Так Что он еще Здесь есть Лексика Анализ А Лексика Лексический Анализ Текста Да Ну это Текст Нужно Вводить А Ну вот Может быть Сейчас попробуем Что же он Выведет Нам Лексический Анализ Вот так Ну и посмотрим То есть Я сейчас попробовал Последний вариант Распознавания Там Распознавание Человеческой Не Обработка Естественного Языка Вот так Назовится Обработка Естественного Языка Ну посмотрим Что он Там Даст Привет 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 Ага Так он не распознает Значит тут текст должен быть Да Лексический Анализ И где он Лексический Анализ Анализ Настроения А вот он Вот он Привел Анализ Настроения Настроение Непонятное Да Соответственно Его нужно Немножко Преобразовать В русский Язык Активный Активный Так Хорошо А если так Раз Два Три Раз Два Три Раз Два Три Ничего Не Понимает То есть Здесь нужно еще повозиться С этим вопросом Зачем он нужен Для распознавания Речи То есть тексту точно тут вводить нужно А по тексту он уже видно будет понимать О чем речь Но скорее всего текст только на китайском В данном случае То есть нужно еще один транслейт использовать Наверное чтобы с русского переводить на китайский Как мне кажется Что это скорее всего так и есть Китайский вариант Да вот он китайский вариант переводится на Следовательно На русский Так А он не разрешает Потому что я использую его Так сейчас мы все это удалим Все это мы удалим 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 Так Теперь мы можем смело Отключать Ну А им сейчас попробуем оставить Что мы еще Давайте транслейт второй посмотрим Транслейт второй Ну Вот он Этот уже немножко получше Так Это разработка Мид Да Разработка Мид Транслейт И соответственно Что он там перевел Да Ну например Вот он у нас Вот результат распознавания текста Да На пусть будет результат распознавания текста На русском Он выведет Так На русский И это выведет соответственно куда Ну конечно в сообщении наверное персонажа Вот так Так А что мы ему покажем А покажем мы ему наверное А вот это вот покажем Пусть он распознает А Так Немножко неправильно наверное я сделал Распознавание текста Вот сначала нужно Да Сначала нужно понять Вот например Английский текст мы должны распознать Ну Пайтон мы должны распознать И что-нибудь написать Так Ну вот Амазон Себастьян Рашко Да Бестселлер Пайтон Машинное обучение То есть он Пытался найти И распознать То есть он это делает Действительно хорошо Так Попробуем на русский Ой Ну японский явно нам не нужен Давайте русский Ну вот Себастьян Рашко Бестселлер Пайтон Машинное обучение Ну действительно Распознал Обратите внимание То есть Текст он тоже Распознает Это все Аи Расширение Балт Мы используем Обратите внимание То есть Все это можно использовать Все это можно использовать Так Ну вот Давайте попробуем Что-нибудь Поинтереснее Сейчас вот попробуем Изображение Цветовые Элементы Рассмотрим Так У нас должно быть тут Изображение Работа изображения Вот сначала Айт Балт Который Вот Распознавание Изображений Распознавание Изображений И пусть он Выдаст нам Результат Так Результат Изображения Да Вот Результат Изображения Так Поставлю Красный Цвет А Он на китайском Пишет Ох Так Нам нужно Перевести Результат Распознавания На Русском Так Давайте Посмотрим Еще раз Ну и ты Должен был На русской Распице Почему 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 На китайском На китайском Общие объекты Транспорт А можно Отдельно Да Лого А может быть Сейчас нужно На другой Вариант Использовать Да Но 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 Это явно Не Не Лого Авентир Ну Ка Ну Не Не Понял Так Попробуем Сейчас То Что Мы Использовали Так Скобенные Изделия Угу Ну Ну С этим Переводом Как видите Не очень Хорошо От Мита Давайте Попробуем Который Транслейт Который Используется От М-блока Тоже Добавим Русский Попробуем Сейчас Вот Товар Канцелярские Принадлежности Называется Товар Канцелярские Принадлежности Так Посмотрим Сейчас Здесь Товар Скобенные Изделия Так Товар Игрушка Товар Цифровая Продукция Ну Вот Как Вариант Да Вот Что Мы Можем С Этим Сделать Что Мы Можем С этим Сделать Передать Данное Значение Давайте Попробуем Передать Значение На наши Переменные X и Y Да То есть Добавим Условия Математику Так А Давайте вот это У нас там много разных элементов Давайте попробуем Содержит Содержит Значение Потому что Мало ли Так Что у нас Так Содержит Именно Вот это Вот Распознавание Содержит Распознавание Вот так Вот А что Она будет Содержать У нас Содержать Ну Например Здесь У нас Так Цифровая Продукция Напишем Цифровая Продукция Если Да То Мы Добавим Переменный Зададим Переменный X 0 А Если У нас Там Так А что У нас Там Было Еще Давайте Проверим А то Я так Уже Не помню Стройматериалы Стройматериал Так Ну 0 Он не Поставил А Ну Да Подожди Стройматериал Здесь Поставим Единичку Давайте Еще Разок Проверим А Тут Скобяные Сдели Какие-то Так Ну То есть В этом Сложность Есть Да Так А Вот Ну Он Единичку Поставил Изделие Есть Нашел Ну А Здесь Давайте Попробуем Цифровая Продукция Теперь Теперь он цифру выдает нам Да А вот Цифровая Продукция 0 Обратите внимание 0 Вот Мы уже Есть два Условных Обозначения Допустим Да Перейдем К устройству Создания Вот У меня Есть такое Устройство Вот он Простой Простой Вариант Управления Моторчиком Добавлю Ардуино Добавлю Ардуино Добавлю ему Элемент Получения Сообщений Вот Если я Получаю Сообщение Ну Например М1 Ой На русском Написано Так М1 То Соответственно Например Я буду Включать Так У меня Шестой Порт 100 И цифровой Седьмой Высокий А если я Получаю Сообщение М2 Так То я Тогда Ставлю Ноль Например Например Тогда я Должен вернуться К персонажу Добавить Расширение Отправка Сообщений Ну и Соответственно Отправить Сообщение Конечно же В этом случае Я отправляю В этом случае Я отправляю Сообщение М1 А в этом случае Я отправляю Сообщение Например М2 М2 Обратите внимание Вот Так Ну конечно У меня Это Я наверное Включу Параллельно Чтобы у меня Изображение Не мешало Изображение Робота Не мешало Сейчас я Устрою Вот так Ну что ж Поставим Вот эту Конструкцию Вот эту Конструкцию Так Сначала Загрузим В устройство Подключим Устройство И загрузим Программу Отключать Отсоединять Не будем Так Ну вот Давайте попробуем Еще раз Теперь Запускаем Так Он должен быть М1 А М1 Он должен был Включиться А Ну да Ну я хотя Не заметил Что он включился Давайте еще Звук добавим Наверное Сюда Чтоб Точно уж Наверняка Вот так Добавим Звук 14 порт Как из Прошлого Занятия Мы смотрели С вами Так Угу Так Еще разок Давайте посмотрим С этим Цифровым товаром Заработал 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 Да А цифровой товар У нас получается М2 Ну-ка А он почему-то Наоборот Он мне сделал М1 Отправил Так А это я Перепутал Да Цифровая продукция Вот он Сверху Да М1 А изделие М2 Ну все правильно Так Теперь я сейчас Еще раз Показываю А Теперь он Стриматериалы Мне показывает Ну может Тут еще Ну какой же Канцелярские Принадлежности Ты что Это же Это же Скобяные изделия Ну какой Стриматериал Ну Так Вот теперь Он мне решил Показывать Совсем не то Что нужно О Отключился Так Надо запомнить Вот в таком положении Кладем Так Цифровые товары И Да Цифровые изделия Там как Товары О Заработал Убираем Так Так Вот так Запускаем Семен Семен Ты давай нормально Так Вот Ну робот Робот Программа Ну не очень удачный Наверное вариант Я использовал В качестве маркеров Ну Я думаю Я думаю Видно Что Надо Подкорректировать Некоторые Найти Как это Однозначно Он определяет Тут вообще Часы Показал Так Ну какие же Часы Вот плоскогубцы Вот Скобяные изделия Скобяные изделия Так Еще разок Скобяные изделия Элемент Все То есть Работает Действительно При подключенном Непосредственно К компьютеру Нашу Клик Мы можем Регулировать На мотор По такому же Принципу Можно попробовать Сделать Обучение Так Да Обучение Соответственно Робота Давайте я Отключу АИ Вот это Удалю Расширение Удалим Расширение Распознавания Не распознавание Перевода Перевода Чтобы нам Не путаться Вот так И Соответственно Добавим Только Обучение То есть Обучаемый Робот И Облачная Технология Итак Машинное Обучение Робот Так Обучаемый Робот Вы видите Здесь есть Такое Понятие Как Тренировочная Модель Давайте Откроем Тренировочную Модель Вот И Я Подложу Посмотрите Подложил Подложил Плоскогубца Для чего Чтобы он Изучил Изучил То есть С разных Ракурсов Я пытаюсь Чем больше Я таких Изображений Наделаю Тем лучше Так А теперь Другой Вариант Вот у меня Другая Продукция Да Изучаем Вторую Категорию Изучил Изучил Немножко Не понимаю Так Может быть Так Во Угу То есть Я могу Вот здесь Сместить Да Он должен Должен Понять И видите Вероятность Здесь Показывает Вероятность Сочетание Один и Другой Проект Один и Другой Проект Так Давайте Попробуем Вот этот Красный То есть Красный Объект Это будет Третья Модель Можно Потом Добавлять Их Еще Так А что А Он Наверное Еще Просит Еще Изучить Так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно удерживать... То есть схватил и удержал... Изучить... И он изучает... Вот, теперь смотрим... Подкладываем... И смотрим сочетание, то есть с какой вероятностью он определяет этот объект... Видите, есть некоторые... Моменты, то есть... Вот... То есть нужно всегда тестировать с этим вопросом... Вот... И вот так мы проверяем, проверяем, проверяем... Пока не убедимся, что более-менее отлично работает... Вероятность нахождения достаточно широкая... Вот по процентам... Все... Использовать эту модель... Используем эту модель... У нас есть категория 1, категория 2, категория 3... Ну, можно их потом переименовать было... Ну, смысл в том есть такой... Итак, что мы делаем... Мы, наверное, сейчас просто при запуске будем распознавать... Да... Будем распознавать объект... Обратите внимание, он не сохраняется, если предыдущий проект... Вот он будет сохранить и откройте, вам придется опять обучить модель... Так... Так, 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 так... Сейчас мы подумаем... Так, если, да... Если результат распознавания... Категория 1... То, следовательно, мы будем отправлять сообщение там... Давайте так же... Давайте так же попробуем сообщениями отправлять будем... Раз... Потом... Ну, и... Я сейчас наделаю таких элементов... Мне сказать, что... Ctrl-C... Ctrl-V... Вот... И вот... Категория 1... Это у нас был... Плоскогубцы... Это будет у нас... М1... Это у нас будет... М2... Это у нас был... Батарейка... И М3... Это у нас красная... Конструкция... Так... Вот он... Категория 3... Категория 2... И... Переходим к устройству... Переходим к устройству... Так... Соответственно... Ой... Вот... Плоскогубцы... М1... Это у нас будет... М2... Лучше... Так... Вот... А здесь будет М3... Вот так... То есть... Выключим... Здесь мы, наверное... Ноту другую выберем... Е... И включим, соответственно... В другую сторону... Со скоростью 255... Ну, соответственно... Будем точно определять... Что это изменилось... Какие-то процессы... То есть... М1... М3... М2... Переходим... К нашему... Объекту... Если... Да... Ну и, соответственно... Давайте... Первое... А... Давайте вот это... Стандартный запуск... Стандартный запуск... Вот он... Один уже опознал... Видите... Запускаем... Так и есть... Убираем... Второй... Второй... Это М2... Да? Второй... Это М2... Так... М3... Так... А М2 должен был... Двигаться в другую сторону... А он не поехал... На... Так... Давайте смотреть... Правильно ли мы отправили... А мы будем сейчас делать тогда всегда... Чтобы видеть всегда... Что он там посылает нам... Вот так и... Время... Через каждую секунду... Запустим... Перейдем к устройству... И смотрим... Что мы получаем... Ну я пока не... А... Мы же не загрузили еще... Да... Мы же не загрузили данный код... На Ардуино... И мы хотим еще что-то получить... Я то есть сделал программу... А ничего не загрузил... Вот... Во... Выключилось... То есть все работает... Все работает... Вот с машинным обучением... Нейросетью... Распознавание речи... Мы с вами сейчас поэкспериментировали... Как это с помощью речи... Заставить его двигаться... Как с помощью... Изображения... Как с помощью... Дополнительных... Встроенных... Возможных инструментов... Наших... Проектов... На этом у меня все... Экспериментируйте... Тестируйте... С распознаванием... Машинным обучением... И дальше... Это очень интересная... Достаточно в некоторых местах сложная тема... Надо экспериментировать... Решать... То есть... Только в качестве экспериментов... Уже на основе вашей... Электроники... Которой пользуетесь... Для распознавания речи... Изображения... Вы можете точно... Настроить... Уже понять... Как это будет работать... У вас... Конкретно... Поэтому... Здесь только примеры... Реализации... Ну а дальше... Тестируйте... Я... Конечно... Данный проект... Сохранять бессмысленно... Потому что... Модель распознавания... Эти изображения... Не... Сохранится... Поэтому... Вам придется... Ну... Самостоятельно это все... Делать... Только может быть по видео... На этом у меня все... Всем спасибо... За внимание... Пока-пока...